Тонкая копия вышла, она в каком-то белом коконе. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Лигу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Лиги поднимайся в комнаты диагностики. Пошел подъем. Ну, тяжело и булькает, как вода. Помочь? Давай. И на счет 3 делаем квантовый скачок. 1, 2, 3. Ты в комнате диагностики. Да, мы здесь. Хорошо. Мы приветствуем Лигу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Не слышно? Она готова. Она руками разводит, говорит, но ее не слышно. Хорошо. Скэнер, просканируй сейчас Лигу. Отключи эту оболочку вокруг нее. Все сопутствующие с ней чипы, датчики, импланты и конвекторы выходят из биоробота, из тонких тел Лиги и зависают перед ней. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Так лучше? Лига? Она говорит, но у нее во рту еще что-то есть. Мы его намеряем вытаскивать, что у нее там во рту зависает перед ней. Кляп? Нет, это те же энергии, только они внутри. Что снаружи были, тоже внутри у них. Хорошо. Давай сделаем тогда следующее. Включая внутренний белый свет. И этим светом Лига выдавливает из себя все. Это негативная патогена, низкая аббрационная. Все, что у нее во рту находится, все на чистоте этой подключки. Все это выходит, формируется перед ней в шар. Пошел свет. У нее выходит голова, горло, как вата выходит. Вот такая же белая. Все выходит. Она кашляет. Выдавливаем. Все вышло. Отлично. Сворачивает ее в шар, отправляя в эту же клетку тюрьму. Так лучше Лига? Да, сейчас могу говорить. Хорошо. Вы даете свое согласие на чистку? Дает. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Лиги под ногами. 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Лиги. Находит все. Рептилоид 2 Грея. Да. Красный дракон. Есть. Джин. Джин. Хорошо. И Бес. Какой Бес? 8. Какой Джин? 17,21. Какой красный дракон? 2,86. 32,86. И какой у нас рептилоид? 89. Ты кто, лаборант или военный? Я лаборант. И что, как долго ты находишься вместе с Греями в этом биополе? 14 лет. Эксперимент длится давно. Чья это оболочка и вата, которую мы вытаскивали из нее? Это наша конструкция. На ком основании вы переходите границы с себя дозволенных? На ком основании вы нарушаете право души на ее свободное развитие и распоряжение своими собственными энергиями? Мы не затрагиваем душу. Мы не затрагиваете душу. На ком основании вы 14 лет находились в этом биополе? Рептилоид. Чей это эксперимент был? Твой или это был эксперимент Греев? Ты только помогал. Я записывал данные. Хорошо. Это эксперимент в матрице Земли, в земельном пространстве. Эксперимент над биороботом и тонкими телами. Внедряя наши энергии, мы меняем их структуру. Газообразной до более твердой, видимой, уплотненной структуры. Биологическое тело принимает наши добавки, наши энергии, адаптируясь к ним. И дальше. Тело адаптировалось дальше. И дальше наша энергия доминирует, захватывая мозговые участки. И какие действия производят? Голосовые. Голосовые. Чакры. Нет. Связки. Что это значит в прямом тексте? Человек не может говорить или человек говорит то, что не должен говорить? Или не хочет говорить? То, что дает импульс, идущий от мозга. Там, где преобладает наша энергия, синхронизируясь с пульсом и клеточками. Я это понял. Какие деструктивные действия производит после этого тонкого, тонкое тело? После того, как вы достигли своей цели. Что она говорит? Или что она не говорит? Тонкое тело остается тонким телом. Мы лишь влияем на биоробот. Биоробот подчиняется нашим энергиям. Тонкое тело отщепляется. Душа старается отключиться и гармонизировать с биороботом. Но биоробот, насыщенный нашими энергиями, работает от других энергий. Таким образом вы блокируете контакт человека с его душой? Да. Ну хорошо, это мне понятно. Мы пока не можем подключиться к душе напрямую. Поэтому окутываем биоробот нашими энергиями, поплотняя наши энергии до состояния биоробота, пока процесс продолжается. Хорошо, техническая часть вопроса мне понятна. Но вы понимаете второй момент такого плана, что находясь в ее биополе, вы являетесь ее заложниками. Она в состоянии делать с вами все, что она посчитает нужным. Вы зашли сюда без контракта, без ее приглашения, без ее желания. Я напоминаю, мы владеем импульсами мозга. Борется лишь душа. А так как материальный момент преобладает на земле, материальный я имею в виду материя, а тонкое тело не так значимо. Именно поэтому мы имеем доступ руководить умственной частью. Ты говоришь так, это безапелляционно, как будто это любая душа, вы в состоянии ее захватить. Воздействие на эти центры. Как ты сказал. Не любая. Вот. Душа, осознанная, понимающая свое происхождение и путь, связана с биороботом и имеет четкие импульсы о нападении или нашем присутствии. Понятно. Соответственно, вы нападаете в основном на неосознанных души, на тех, кто не понимает, существует в этом материальном мире и считает, что на этом заканчивается полностью все, что они... На того, кто не понимает баланс души и физического тела. Хорошо. Мне этого разъяснения достаточно. Сейчас мы начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Лиги спровицировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. В случае, в случае, каждый подходит к своему каналу. Выстраивая также канал к этой оболочке и этой вате, которую мы вытащили. И даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все патогены низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей фор. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Лиге. Усилий потоки в 50 раз. И сканер дай мне полноту души на настоящий момент. 100%. Хорошо. Сколько бес находился в этом биополе, пока идет реверс? 3 года. В квартире присутствуешь? Присутствует. Джин тоже присутствует в квартире? Недавно, совсем недавно. Сколько ты присутствуешь в этом биополе, Джин? 6 месяцев в биополе, 4 месяца в квартире. Хорошо. Красный дракон, сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. У тебя есть контракт? Нет. Цель твоей подключки? Поглощение энергии. Ждем окончания реверса. Готово. Установили фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Лига забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Лига себя. Обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Красный дракон, ты присутствуешь в квартире? Да, платы есть мои. Хорошо. Рептилоид Грей, вы присутствуете в квартире? Нет. Хорошо. Реверс закончился. Начинаем тогда с Беса. Бес, скажи мне, где находятся лярвы в биополе Лиги? У нее скопление в ногах. В ногах. Но еще не лярва, да? Затемнение? Она не затвердела пока. Ты хочешь получить эти лярвы? Слякать хочу. Сначала выходи, собирай все, что ты оставил, на своей чистоте, отключайся полностью, на месте, доложи, что ты все снял, я дам тебе отдельную команду. Приступай. Он снимает с нее с рук какие-то тонкие, такие, как веревки, но он показывает, что они несли. Она в руках крутила что-то всегда, и когда она это крутила, например, карандаш или какой-то предмет, у нее тревога шла. Я думаю, Лига знает, о чем идет речь. Он снял с рук, с ног. Разрешайте забрать эти затемнения в ногах, забирая ничего, не забывая, возвращаясь назад, приступай. Он готов. Хорошо, Джину выходить не надо, Джин, втягивай в себя всю пыль, все подключки, отключайся полностью, ничего не забывай, приступай. Есть. Красный дракон, твоя очередь, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью. Где платы стояли? Сердечная чакра. Сердце. Как она ощущала это? У него воздействия в основном были ночью, он подключал платы. Над кроватью? В квартире была там внутри ее тонкого тела, сердечной чакры, и у них шла энергия шли, как молнии между собой, они подключались. Понятно. Еще у меня вопрос, от кого идет выпадение волос? Над клеткой ответственности нам загорается маячок. Это подключка, Греев, белая вот эта шарка. Вот. Греев, кого? Импульсы, про которые они говорили. Понятно. Я вот, Греев, кого из вас установить эту конструкцию, эту оболочку с ватой и дать откат за 14 лет? Желающие есть? Проверить. Сказывает, у них нет волос, волосяного покрытия вообще. Он им не нужен. Понятно. Ты считаешь, он нам тоже не нужен, если у вас его нет, да? Не несет никакой полезной или неполезной функции, и они не видят причину иметь этот покров. Не видите? Он не нужен. Хорошо. Дракон все забрал, Вера? Да. Греев, что-нибудь осталось на вашей чистоте? Осталось. Выходите, вытаскивайте. Скеннер, просканируй сразу все, что они вытаскивают, чтобы ты знал в следующий раз эти подключки. Вытаскивайте, возвращайтесь назад. У них такие тонкие, не тонкие, а очень мелкие, как шарики, какие-то крупинки, и у них свой скеннер, которым они сканируют ее. Да, мы знаем, что у них свой скеннер есть. Они сканируют, но чтобы найти свои остатки, то есть они сами не знают, что там осталось. Это не чипы, это какие-то остаточные энергии. Понятно, это в ваших интересах, потому что проверка будет происходить скеннером несколько миллионов герц. Если вдруг хоть один шарик там останется, вы рискуете просто сгореть по каналам в этой клетке. Я вас предупредил. Они все забрали. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Лиги с рептилоидом двумя греями, оболочкой и этой ватой, красным драконом, его платами, джином и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белый свет Лиги, этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенные, низкоабрационные, остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключиках. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Вышел в шар. Открываю воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку. Закрываю печат и растворяю. Иду к команду скеннеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Честно. Джин и Биос, я сейчас открою портал в дом, квартиру, Лиги. Вы пойдете в этот портал, в квартиру, соберете все, что вы оставили на своей чистоте. Без ты один находишься в квартире или есть еще черт? Или демон? Черт есть. Я намерен собирать еще весь негатив в этой квартире. Один из вас покажет мне порталы после того, как вы все соберете. Я эти порталы закрою и соберу негатив в дорогу. Можете поделить между собой. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру Лиги 1, 2, 3. И Без Джином уходит в этот портал, собирает все, дожидается нас. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствуйте, Али. У меня сегодня находится рептилоид 89-й, лаборант, два Грея, оболочка. И мы с горла ее вытаскивали изо рта вату. Они полностью ее там забили все. 14 лет находились в биополе, проводили свой эксперимент. И еще у меня есть красный дракон 3286, который просто банально пришел украсть энергии. 4 года находился. Кто тебя интересует? Красный дракон снимет свои платы и даст слово красного дракона. Хорошо. Рептилоид, два Грея и под ключиком мы забираем. Благодарю тебя. Красный дракон, как видишь, тебе сегодня дали шанс. Сейчас ты пойдешь в квартиру, соберешь все, что там оставил. Я приду, проверю, отпущу тебя на твою чистоту первый раз. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру Лиги и красный дракон уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Забрали? Всех забрали, да. Хорошо. Клетка у нас тогда пустая остается, да? Пустая. Поехали по частотам. Хорошо, Лига, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Спокойно и умиротворенно. Замечательно. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаем. Котик Джейджей нас ждет еще. О, конечно, как я мог забыть. Кот Диджей. На счет три перед тобой стоит тонкая копия котика Диджея. Да, он здесь, он крутится. Привет, Диджей. Мы тут слышали, тебя обижают. Пришли тебе помочь. Включая внутренний белосвет котику, Диджею, этим светом выдалит из себя все негативное, патогенное, чужеродное, низкоаберационное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергии выходят, формируется перед ним шар. Шар готов. Открывая воронку в галактическое ядро под шаром, шар уходит на переработку. Закрывая печат и растворяю макушку головы, Диджея начинает поступать необходимое количество ему кошачьей энергии. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет его, усиливает все необходимые цвета. Котику начинает поступать, мощность потока усиливается. И частота вибрации поднимается до комфортного уровня Диджея. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Диджея, как ты себя чувствуешь сейчас? Он заправлен, ему это нравится, он видит свою энергию и свою оболочку. Хорошо. Интерферентов в доме больше нету. Мы всех выгнали. Все поставили под защиту. Все порталы закрыты. Больше никто тебя не будет нападать с плеткой, не будет тебе доставлять неудобства. Мы их всех убрали в этой квартире, поэтому ты теперь охранник этой квартиры и самый главный член семьи. Все тебе понятно? Он это сам знает, и он показывал, что в квартире интерференты показывал, он как-то хрипел или шипел. А, он шипел на порталы и хрипел в том направлении, где они стоят, да? Интерферентов больше он чувствовал. Понятно, их больше нету. Мы увидели у тебя такие большие красивые белые усы. Это как антенны, ты ими ловишь всю информацию? Энергию он чувствует. Энергию чувствуешь этими усами. Ну и отлично, хорошо. Дать тебе какую-нибудь защиту? Дать тебе защиту? Нужна она тебе? Кошачья меркаба. И устанавливаем ему кошачью меркабу. Один, два, три. И кошачья меркаба устанавливается в биополе котика-диджея. Как она выглядит, кошачья меркаба? Так же, как обычная меркаба, но котику она дает защиту, и знание защиты готово. Ну вот и хорошо. Возвращаем туда котика-диджея. Стоп, подожди. Диджей, ты хочешь что-то передать хозяйке? У тебя есть какие-то желания? Я обязательно передам ей. Ну, он показывает, что если он опять будет шипеть или хрипеть, значит, есть какие-то интерференты. Мы обязательно передадим. А так больше желания у тебя нет. Может, тебе отдельный корм какой-то нужен, что-то тебе не нравится. Даже не интерференты, а энергии, которые беспокоят его. А если человек придет, и в нем сидит интерферент, ты тоже будешь шипеть? Ну, пока он не идет, он как волны это показывает. Если есть какие-то волны неприятные, он почувствует их, и вот тогда он начинает показывать. То есть он показывает, когда он шипит или хрипит. Но у него как такой звук какой-то, как хрип выходит из корня. Ну, она поймет. Хорошо, Диджей, благодарю тебя за твою работу. Я надеюсь, больше никто не придет. А если придет, так ты сам и расскажешь это всем. Хорошо, возвращаем тонкую копию Диджея в его систему Биоробот Душа. Он синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях со своим Биороботом. Готово. Отключаемся от котика. Мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры. И поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...